Это нечто. Я не ожидал, что можно с таким интересом. Слушайте, кто знает, как называется такой чудесный сорт яблок? А в этом небольшом помещении будет санузел. Я здесь буду использовать теплый пол от компании Электролюкс. Всем привет! Решил я навести порядок, покосить бурьян, некоторый выше человеческого роста, на своем участке на юге России, в Придгорье. Участок 18 соток, часть работ я уже сделал, осталось мне не так много, и я покажу то, что сейчас, и покажу то, что будет после. Давайте начнем. Приятного просмотра! Часть работ я уже сделал. Многие меня не поняли, многие говорят, никогда такого не видели с помощью культиватора. Я вот все, что вы видите, это уже сделал. Примял траву, покромсал частично. Сейчас я буду использовать, разумеется, предназначенный для этого инструмент. Это обычный бензиновый триммер. У меня есть еще газонокосилка, но она не предназначена для такого бурьяна. Реально, я не буду ее здесь мучать. Как видим, все-таки осталось все равно покосить много, чтобы вы понимали масштабы. Забор вот по деревья. Вот эту вот часть всю нужно расчистить. Сколько здесь? Сотки три, наверное, будет по-хорошему. Вот здесь, здесь выше человеческого роста растет различные растения. Это вообще, конечно. И вот по столбы. То есть, сколько соток здесь, мне судить сложно. Ну, может быть, соток пять-шесть точно будет в общей сложности. Не так и много, но часть просто участка уже облагорожена. Всего восемнадцать. Но все равно, не, больше. Соток, наверное, под десять. Так по-хорошему много, где пройтись нужно. Поэтому приятного просмотра. Чтобы вы понимали еще масштабы всего этого. Я зашел с другой стороны, а то не видно просто. Вот, я вот, вот оттуда снимал. Вот оттуда снимал. И сейчас нахожусь на границе участка почти. То есть, вот это все нужно тоже облагородить. Здесь очень большая работа. То есть, вот этот только пятачок до конца как раз и будет соток, наверное, шесть-восемь. Плюс там. Ну да, соток десять приблизительно будет заниматься. Бурьян, человеческий рост. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кусочек в углу участка. Вот столбики, забор. Вот здесь, за старым туалетом. И вот здесь. В принципе, немного. Сейчас перерыв небольшой сделаю. И докажу. Ну и здесь уже это будет. По сравнению с тем, что я сделал, что я сделал, это уже... Правда, вот этот вот, я не знаю, как называется это растение. Клевер, что ли? Или его тяжело косить. Но по сравнению с другим. Кстати, что там? Красное. Это на моем участке. Это на моем участке яблони, что ли? Это все этим. Пультиватором умял. Хоть и многие кричат, что нельзя, убьешь машинку. Да ничего не убью. А, смородина. Слушайте, а здесь трава почти не растет. Видите? Здорово. Не знаю, почему такой мелкий клевер, а там сырники. Рябинушка, да? Нет. Слушайте, я не знаю, что это, друзья. Я человек из Москвы. Ни деревенский, ни природолюб. Я не знаю. Напишите, что это за ягодки. Вот вам поближе. Странные. Есть, конечно, я их не буду. Я не знаю, что это. Очень вкусные. Я не знаю точное название. Напишите, кто разбирается. Похожие на вкусу, на сливы. Только желтые. Дереву, конечно, требуется уход. Я его не брошу. Потому что на центральный я тогда человека нанимал, чтобы деревья все мне. Весной это было. Подпилил правильно, а милу убрал. Я не знаю, можно ли. Сейчас я в интернете погуглю. Если можно, то сделаю. Надо подпилить лишние ветки, которые идут вниз. Определить, какие ветки не нужны. Неплодоносные. И пилить их правильно нужно. Заподлицо есть такое слово. То есть вот эту ветку я пилить не буду. Но если бы пилил ее, я бы ее вот так запилил, замазал. Тогда дерево заживет. Рано на дереве. Очень быстро и без последствий. В центре нужно делать пустое место, чтобы солнышко попадало. В идеале дерево должно быть в середине. Не прям буквально, знаете. Но ветки в середине можно убрать, чтобы солнце... Ну и ветки, которые вниз идут, их в принципе тоже можно резать смело. Потому что, видите, даже вот на верхних есть, а на нижних нет. Солнце загораживает. В принципе, такие базовые навыки мне человек за полчаса объяснил. Я запомнил. То есть вот эту ветку, например, вот видите, им не попадает солнце. Они и так сухие. Вот эти веточки аккуратно нужно спилить. Вниз вот идут ветки вот эти тоже спилить можно. Хотя там плоды есть, не уверен. Ну вот эти. Вот эти спилить можно, соответственно. Ну вот эти. Я, может быть, не такой специалист. Может, люди грамотные напишут. Может быть, одно из этих. Но я бы не стал, на самом деле. Вот подпилил бы вот эти лишние, чтобы вся сила, вся энергия шла на то, что плодоносит. Ну и мелкие побеги. Я не помню, что тот человек говорил. Он разбирается в садоводстве. Наверное, я так думаю, по логике мелкие тоже надо все покрошить. Не знаю, интересно, если их на троски пустить. Надо гуглить, читать, смотреть видео. Можно ли взять веточку, привить. И сорт, потому что вкусный. Я хочу такие сливы еще посадить. Вот, интересно как. Конечно, я на участке был, и это дерево я видел. Само собой. Просто, говорю, покупал, когда все еще зелени не было. Хорошо, что я сюда пришел. Здорово, очень приятно. А так в планах, конечно, вот здесь посадить деревья. Вдоль забора того посадить деревья. Я подумал, ну деревьев 12. Это даже, наверное, с таким огромнейшим запасом плодовых. Даже, может быть, это будет слишком. Куда девать, пропадет потом все. Потому что с одного, с двух деревьев можно набрать очень много яблок. Орех хочу посадить. Здесь грецкий орех растет. Если урожайный год, то его очень много. Вот. В принципе, сейчас сажать можно. Скоро уже поеду в Москву, буквально через 4 дня. На машине сегодня не получилось отвезти линолеум. На центральный ничего не поработал. Думал, линолеум застелим. Но не получилось. Не все бывает по плану. Ну да ладно. Передохну все-таки сейчас еще. Почти все, что задумал, сделал. Сейчас покажу, что с участком произошло. Гопрошка села со 100%. Полный бак. Все топливо использовал. Еще несколько раз, два перерыва делал. Ну так, конечно, устал с непривычки. Поэтому давайте посмотрим, что произошло. Осталось, я думаю, не больше четверти. А то и 4 пятых сделал. Сейчас посмотрим. Меньше всего я сделал здесь. Только вот сейчас на этом бензин кончился. Зато здесь. Помните, делянка была где-то досюда. Все, смотрите, до горизонта. Да, где-то, может быть, пропустил что-то. Где-то выглядят кучами. Но на самом деле, это все большая часть. Оно вот покошено. Не примято. Большая часть. Я кашу, наверное, шестой или седьмой раз жизни. Здесь уже косил чуть-чуть. Вот здесь хуже всего диском. Ну, как вы поняли, я диском кашу. Вот эту траву диском. Это нереально вообще. Неудобно. Здесь леска нужна. Зато сколько я больших вот этих лопухов покосил. Это много. Участок, напомню, 18 соток. Вот начало. Забор там видно. Вот. Около деревьев сетка. Вот он. Достаточно большой. Поэтому и работы здесь много. Здесь крапиву покосил. Разломать нужно старый туалет. Вот. Здесь прошелся тоже. Понимаю, что не идеально. Нужно по два раза. Пробовал разными способами. В том числе сначала верхнюю часть. Ну, половину высоких сорняков снять. Травы. А потом нижнюю. Ну, на самом деле, мне сразу удобней просто фигачить, как есть. Да, здесь, конечно, не очень хорошо покосил, честно говоря. Я это сам вижу. Но лучше так, чем ничего. Опять же, траву потом с грибов стога. И то, что останется, докошу. Вот. Ну, сейчас там еще закончу. В общем, подустал немножко. Ну, знаете, можно и больше намного сделать. Свой участок, своя земля. Это же для себя делаешь, а не для кого-то. Здесь вообще не покосил. Но все равно, согласитесь, много достаточно сделал. Вот. Вот это все дальше. Ну, конечно, классно то, что я использую. Это вы мне советовали. Диск. Я купил диск. И диском даже маленькие деревца, которые мне здесь особо не нужны. В принципе, я даже... Да вот эти, возможно, тоже возьмет, если наточен. Ну, зачем они уничтожают вот это дерево? Кстати, что за дерево? Кто знает, напишите. Ну, не плодовое точно. Это ива, по-моему, справа. Кто рубит вот эти сорняки большие, посмотрите сами. И деревца. Просто вообще на ура. Вообще. Это культиватором примел. Выправиться я его подрежу. А здесь уже рубил. Вот. В общем, такие дела. Потихонечку к зиме участок привожу в порядок. Культиватором, конечно, нужно копать, а не приминать и кромсать. И вот здесь немножко осталось. В общем, осталось немного. Всем добра. Не могу передать ощущение, как будто в руках электрический ток. Прям особенно в правой руке. Вот прям реально ток напряжения чувствую. Я не знаю, кто косит. У вас такое есть? Прям вот ток реально. Ток. Энергия. Прям вот каждый мускул работал в теле. И, конечно, ощущение очень необычное. Прям вот как будто замыкаешь током. Очень необычное ощущение. Энергия прям бежит. Больше работать нужно физически, да? Лучше себя чувствовать буду. Ну что же ты, айфон? Ну небо ты совсем завалил. Ну что же ты, айфон? В остальном хорошо он снимает. Двенадцатый. Но небо заваливает. Но это на самом деле многие могут завалить. Интересно, а пиксель шестой завалил бы? Или Xiaomi 12? Но с ним никак не разберусь. Очень много всего. Слушайте, на самом деле сейчас вот физически вот эти 3-4 дня. Сколько в Курджиново дней? День пятый. Один день отдыхал, ничего не делал. Сегодня дрова еще, кстати, колол. Я не забыл, не забыл. Это же мое. Я для себя делаю. Это же мое. ну вот уже к вечеру сколько уже а всего-то еще пол пятого еще много всего и в принципе с утра часов со скольки не с утра ну часов на 1 11 начал что-то делать то там перебрал то поколол в принципе и знаете энергия струится вообще вообще я себя знаю вот я чувствую может скажете бред психосоматика но я чувствую у меня все тело работает гудит как трансформатор в хорошем смысле слова то есть если так продолжить заниматься то и лишний вес уйдет и мускулы мне очень легко это дается кстати я по себе знаю можно буквально там за два месяца очень неплохо выглядеть сделать если так продолжать физическими нагрузками заниматься вот что я хотел сказать а вы чувствуете особенно к тем кто как я например городской житель приезжал отсюда ничего особо не делала тут вдруг взялся решил ну действительно это же мой дом за ним кто ухаживать будет я и мне даже не хочется деньги платить хотя могу себе позволить хочу многое сделал сам то что могу сам да и для здоровья полезно у вас такие есть ощущения что тело гудит как трансформатор то есть чувствуешь себя ну вот еще немножко мне нужно но я уже себя чувствую хорошо то есть я когда занимался ходил зал я настолько себя хорошо чувствовал что я там учат например мне просто приседания сделать мне это ломает тяжело а помню так себя чувствовал что вообще отжимался много раз в день проекты устраивал всякие в интернете и вот это вот тело и когда в хорошем смысле гудит чувствуешь себя таким ну энергия струится это не психа какое-то это ну энергия наша в смысле мы же даже ученые признают есть какой-то параметр энергии мышцы забиваются кислотой молочной например у тебя в руки болят когда занимаешься там разные физические процессы я про это а то подумайте давид загоняет вам какую-то там энергию цивь и чего-то бред нет просто физически работаешь кровь по венам пожилом бежит кровь и ты себя лучше чувствуешь вот и все что хотел донести да и фон конечно классно пишет но вот вот что происходит вообще на него все снимаю соседи вчера угостили слушайте кто знает как называется такой чудесный сорт яблок я такой хочу внутри белый мягкий мягкий очень вкусные сочные не знаю как малина как дыня яблоко все в одном настолько классно и спросил у соседки она горит не знаю говорит посадили давно купили на рынке очень классные очень а в этом небольшом помещении будет санузел я здесь буду использовать теплый пол от компании электролюкс вот его название е м с м два 150 комплекте к нему я сейчас покажу что идет сам теплый пол выглядит вот так естественно будет под стяжку здесь все будет заливаться сначала выдолбим все особенно вот здесь вот ну там будет душевая в этом помещении а здесь обычный туалет и давайте посмотрим что в комплекте в комплекте все необходимое включая соответственно регулятор релешку то есть температуру программируемый терморегулятор правильно называется сенсорный и естественно все будет комфортно тепло потому что это помещение я сейчас вам покажу кто не понял не сассоциировал где моем доме находится ну все необходимое крепежи инструкция гофра вот здесь вот будет туалет здесь в этом помещении все выдолбим на 10 сантиметров здесь будет душ бак к нагревательный нагревательный бак большой тоже электролюксовский я повешу вот сюда при этом я проверил здесь толстая доска стены это типа такой бане печку ломать я не буду смысла не вижу то здесь горячая вода бак будет вот в этом помещении выдолбимся здесь будет туалет санузел здесь раковина небольшая даже если печку когда-то буду топить не помешает раковину куплю именно небольшую вот такие планы на ближайший ремонт этого дома а все это выглядит у меня это кухня это холодильник стиралка все есть это вход в дом сейчас покажу чтобы поняли сориентироваться следующий этап конечно следующий этап это что-то делать с этим полом но это уже не в этом году не 22 и со стенами я уже не раз говорю да и с потолком в идеале но пока по крайней мере я себе сделаю комфортное жилье то есть туалет душ все будет в этом помещении здесь теплый пол и при открытой двери туда воздух тоже заходить будет на самом деле я туда один конвектор могу еще поставить и будет все просто замечательно вот такие планы на ближайшее время на октябрь надеюсь все реализуется сделается а водонагреватель вот он стоит жалко каких ногами оперировал но он крутой он даже по вай-фай подключается и w h 100 очень крутой водонагреватель электролюксовский вообще но вы его уже увидите когда он будет повешен на свое место где для него я выбрал прикреплен второй такой трудится в доме на центральной поменьше на 50 литров тоже классный в общем всем добра ждите будет у нас будет у меня замечательный ремонт все это со временем тоже облагородится но пока задача просто сделать элементарные удобства в доме это очень важно пусть и я просто протащился я не ожидал что есть игра типа дума только современная в 4k по старину сейчас я вам скажу как она называется но это конечно это конечно нечто поиграем и 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 это не что я не ожидал что можно с таким интересом поиграть компьютерная игра и это не что просто моё почтение разработщика как ребенок скажи да но иногда можно хорошо поработал прям реально отлично себя чувствую завтра много всего ждет блин классно реально классно всем добра и мира всем нам продаем если я правильно продаем если я правильно читаю называется игрушка торрент вам в помощь торрент вам в помощь road tracker вот и все качайте играйте